Фаер-шоу считается молодым уличным движением, но своими корнями танцы с огнем уходят вглубь веков. Так, например, еще факиры Индии не только заклинали змеи и ходили по битому стеклу, но и выдували огонь. Украшение огня было не только в обычаях Востока. В Пруссии, например, в 4-м столетии возник факельный танец, а в племени Маори на побережье Тихого океана родились пои. Маори-пои – так назывался танец, в который превратились упражнения с поями. Фаер-шоу стали неотъемлемой частью индустрии развлечений, даже знаменитый венецианский карнавал не обходится без их услуг. Фаер-шоу появилось в России относительно недавно и уже успело завоевать симпатии зрителей. Это огненное искусство достигло и Таганрога. Лично для меня все началось 5 лет назад. В наш город приехали ребята из Питера. Я случайно на набережной увидела, как они крутят огонь, выдувают огонь. Я как танцор занимаюсь танцами с детства, естественно, заинтересовалась этим, как дополнением к танцу. Потом ребята согласились научить, научили, мы все это развили. Коллектив пополнился новыми людьми, новыми идеями, инструментами. И уже это переросло не только в дополнение к танцу, но огонь даже стал, можно сказать, основным и главным в этом действии. Театр, танец, плюс огонь. Фаер-шоу это внутренний мир, которым проникаешься и когда ты крутишь, у тебя возникает некоторое ощущение такого вот релакса, единения с огнем и природой. Пои, веера, снеки, кометы. Все эти приспособления артисты делают сами. Для того, чтобы изготовить огненный поль, необходимы три части. Цепь, петли для пальцев и фитиль. Фитиль изготавливается из кеглара, либо из асбеста. Но не спешите бежать в магазин за керосином. Прежде чем танцевать с огнем, необходимо много тренироваться. Тренировки включали в себя, естественно, отработку всех движений и элементов сначала без огня и на тренировочных реквизитах. И затем уже, когда оточенность была достаточно большой, можно было переходить к огню. Ощущения менялись на протяжении всех пяти лет. Сначала это было безумно страшно. Обжигает сильно огонь руки, все тело. А потом ты привыкаешь к этому настолько, что даже перестаешь этого замечать. И ты уже настолько с огнем общаешься, как с другом и как с врагом. Ты можешь его погладить, провести по телу, и он тебя не обожжет. Слоня, крутящаяся вокруг тебя и его шелест шорох, они приводят в некий экстаз, ощущение медитации какого-то полета. Но безупречной техники недостаточно для яркого номера. Еще необходимо красиво двигаться и обладать артистизмом. Все постановки, которые у нас имеются на данный момент, мы так или иначе придумывали вместе. То есть у кого-то появляется идея, кто-то подхватывает, это все развивается. Для выступления на закрытых площадках необходимо особое внимание уделить пожарной безопасности. Безопасность обеспечивается подбором соответствующего топлива и реквизита. Например, для помещений нельзя использовать топливо, которое имеет большую дымность. То есть необходимо использовать более летучие какие-то топлива. Сегодня файер-шоу происходит в основном на улице, но иногда и в клубах города.